И последнее. В республике продолжается реализация масштабного проекта по благоустройству дворовых территорий и созданию комфортных общественных пространств. Федеральный центр, власти Якутии и компании, которые работают в регионе, ежегодно выделяют деньги на благоустройство населенных пунктов Якутии. Как тратятся эти средства и как меняется облик сел, поселков и городов республики, выясняла Юлия Великодная. Открытие обновленного парка культуры и отдыха в Покровске стало одним из главных мероприятий в честь празднования 335-летнего юбилея города. В этом году районный центр Хангаласского района получил субсидию в размере 4 миллионов рублей в рамках реализации федерального приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Стоит отметить, что много лет в этом парке не было ничего, кроме протоптанных тропинок. А теперь это достойное место для отдыха с освещенной тротуарной площадкой, качелями для детей, скамейками для их родителей, установленными малыми архитектурными формами. Как вам новый парк обновленный? Точно лучше старого. Раньше парк у нас был, но потом как-то вот с годами он как-то стал, ну, невостребованный что ли. Ну, я, например, парк, знаешь, с 50-х годов. Тогда еще была школьницей. И мы ходили вот недалеко здесь, наверное, был. Была площадка, ходили танцевать. И вот теперь совсем другой вид, конечно. Мне очень нравится этот парк. Ну, а в Ленске стало больше света благодаря программе уличного развития. В этом году установили фонари на улицах Чапаева и Объездная. К тому же ранее освещенные улицы перевели на светодиоды. Ну, а для контроля за уличным светом устанавливаются специальные щиты управления, которые позволяют выключать и при необходимости включать фонари дистанционно при помощи компьютера. На то, чтобы Ленске стало светлее, в этом году потратили 6 миллионов рублей. Еще 3 миллиона будет направлено на освещение еще 8 улиц. Также улица, выполняется строительство по улице Объездная. Это от поселка Звездный до улицы Победы. Переведено на светодиодное освещение. Переведены такие улицы, как Ленина, Перамайская, Дзержинского, Орджоникидзе. Далее дополнительно нами установлены две мачты освещения. Это в районе Кольца. Это пересечение улицы Ленина и Каландарашвили. Но в Нюрбе в этом году завершено строительство сквера. Здесь средства выделила компания Алроса Нюрба. Свой вклад внесли и простые амакинцы. Общая стоимость проекта превысила 3,5 миллиона рублей. Для Нюрбы этот сквер имеет большое историческое значение. Еще в советские времена город играл роль Центра освоения алмазных месторождений Якутии. Здесь базировалась амакинская георазведочная экспедиция. Стеллу, слава всем амакинцам, с соответствующей надписью они изготовили самостоятельно уже в поселке Айхал. Ну и, скажем так, инициатором данного мероприятия являются бывшие амакинцы. В том числе основным инициатором является Северидов Олег Федорович. Ну, поскольку строительство сквера было заложено на два года, в этом году ввели и летом уже провели открытие. А у мархинских спортсменов появился новый мини-стадион, о котором мечтали последние 10 лет. Это удалось благодаря проекту «Народный бюджет». В прошлом году началось строительство стадиона и уже завершен первый этап – уложено беговое покрытие. В дальнейшем появится футбольное поле и спортивный городок с полосой препятствий. Новый стадион станет своего рода центром для внедрения всероссийского комплекса ГТО. Уже сегодня, конечно, здесь уже появились все возможности для активных занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе. С учетом тех достижений, которые школьники мархи у нас демонстрируют, например, в футболе, я уверен, что это послужит еще новым таким толчком для развития спорта и в микрорайоне марха и в целом нашем городе. «Народный бюджет продолжается. Сегодня уже заявки туда поступают. Поэтому как раз тем, кто хочет определенные какие-то проекты реализовать в городе, надо сейчас уже готовить заявку и ее уже подавать». Строительство скверов, парков, приведение в порядок дворов, возведение новых спортивных объектов и другие инфраструктурные проекты – это еще один шаг к созданию комфортной среды. Реализация масштабного проекта в Якутии продолжается. И при условии участия каждого, возможно, уже через 5 или 10 лет, мы будем вспоминать о том, какими наши города и поселки были, по фотографиям в семейных альбомах. Юлия Великодная, филиалы Хангаласского, Нюрбинского и Ленского районов. Якутия. День за днем.